Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня героями нашего радиорепортажа являются целинники Целиноградской области нашего Великого Союза Советско-Социалистических Республик. Они расскажут нам, как ведется борьба за урожай, за наше золотое золото, за нашу пшеницу и рожь. Вот именно так, или похожим образом, в 60-е годы прошлого века мог начинаться репортаж с полей, строек и, скажем так, любых народно-хозяйственных объектов нашей великой и могучей в то время страны. Специально выгляделся таким образом, чтобы создать, так сказать, имидж, подобный тому, что существовал в те годы. То есть, таким вот примерно образом, в полувоенной одежде, мне кажется, что это так, выглядели корреспонденты тех времен, рапортовавшие народу великой державы о том, как трудятся ее славные сыны на полях, стройках и так далее. К чему я все это говорю? Сегодняшний наш разговор пойдет о репортерских магнитофонах. Поэтому я сейчас немножечко разоблачусь, и мы с вами послушаем, посмотрим, поглядим наш небольшой обзор об одном из представителей славных этой прияды репортерских магнитофонов Советского Союза, которые, так сказать, донесли до нас в звуковом виде многие знаки той эпохи. Сейчас я немножечко перенастрою камеру, чтобы вам было видно более подробно то, о чем мы сегодня будем говорить. Итак, герой нашего сегодняшнего репортажа магнитофон Репортер 3. Один из, так сказать, как я уже говорил, одна из моделей репортерских магнитофонов, которые применялись репортерами нашей страны. Вот такая вот интересная сумочка, к сожалению, из кожзаменителя, внутри которой, собственно говоря, он и находится. Сумочка снабжена карманом, в которую мы можем поместить запасные пленки, которые совершенно не лишны для этого магнитофона. Сейчас вы узнаете, почему. Ну, а сам он, собственно говоря, выглядит вот таким образом. Сейчас мы его извлечем. Я прошу прощения, ремня родного у меня не оказалось, поэтому пришлось пристегнуть вот такой вот этот рыжий ремешок от киной какой-то сумки. Ну и вот, собственно говоря, перед нашими глазами сейчас он и предстанет. Герой нашего обзора, герой нашего репортажа. Очень интересный аппарат, который достался мне по случаю. Я вот довольно долго его реставрировал, поскольку пришел он ко мне в виде не очень, так сказать, работоспособном. Ну и теперь рад вам его представить во всей, так сказать, его магнитофонно-репортерской красе. Так, что-то у нас с резкостью не очень хорошо. Сейчас мы этот момент исправим, надеюсь. Надеюсь. Да, вот, вроде бы уже получилось нечто похожее, да? Итак, перед тем, как перейти, собственно говоря, к герою нашего рассказа, хотелось бы немножко остановиться вообще на истории репортёрских магнитофонов в нашей стране. В каком они виде, так сказать, существовали изначально и в каком они виде, так сказать, стали выглядеть потом. Первым репортёрским магнитофоном в полном, наверное, понимании этого слова в нашей стране был магнитофон МИС-8. Вот такого плана аппарат. С 1953 года он выпускался научно-исследовательским институтом записи. Вот, на его основе потом был разработан магнитофон Днепр-8, то есть 1953 год. Такие, скажем так, времена не очень к нам уже близкие. Вот, что было характерно для этого магнитофона, выполнялся он в ящике с ручкой для переноски. И в целях экономии питания, поскольку был он ламповый, привод ленты осуществлялся при помощи механического привода, как у граммофона. То есть путём вращения вот этой ручки, вот этой вот рукоятки, заводился пружинный привод, и он уже протягивал, соответственно, ленту по лентопротяжному тракту. Магнитофон был оснащён двумя головками, стирающий и универсальный. Оснащался он двумя катушками с плёнкой, и запись производилась однодорожечная, то есть по всей ширине лент, только в одну сторону. Частотный диапазон записи воспроизведения составлял от 200 Гц до 5 кГц, до 5000 Гц. Ну, как видите, довольно убогий. Значит, вот такой большущий микрофон, молоток к нему прилагался. И, соответственно, скорость протяжки ленты составляла 26 метров в секунду. 26 метров в секунду. Габариты магнитофона составляли 270 на 175 на 150 миллиметров, то есть не такой уж он и большой был, при массе 6 килограмм. 6 килограмм. Вот такие параметры были, соответственно, у этого магнитофона. Хочу сразу же сказать, что вся информация, которую, так сказать, я вам сообщаю, практически вся подчёркнута из замечательного сайта уважаемого очень мною Валерия Харченко, нашего, так сказать, классика истории отечественной радиоаппаратуры, за что ему огромное спасибо и низкий поклон. Но, как вы понимаете, такие параметры магнитофона не очень сильно удовлетворяли, потребителей, репортеров, и поэтому наша промышленность продолжала работать над, так сказать, усовершенствованием, улучшением характеристик и параметров этого класса магнитофонной аппаратуры. Следующий магнитофон, который появился серийно с осени 1957 года, это был магнитофон «Репортер-2». «Репортер-2». Ну, как вы видите, он довольно похож на тот аппарат, который я вам уже представляю сейчас. То есть он был выполнен в таком же полукруглом закруглённом корпусе, окрашенном молотковой краской. Значит, выполнен он был на лампах, также на миниатюрных лампах. Было там 7 ламп типов 06P2B и 2P1P, то есть питанием 06 вольт накала и 2 вольта накала в целях экономии. Как вы видите, от этого магнитофона он отличается прежде всего тем, что индикатор уровня записи расположен на фронтальной панели, так как у следующего модели он уже перешёл на верхнюю крышку. Ну и немножечко отличается расположением микрофонных и усилительных входов-выходов. Управлялся он также одной рукояткой. Об этом чуть подробнее расскажу попозже. Также он имел откидывающуюся крышку, под которой располагались две катушки, и мог эксплуатироваться и в стационарном режиме, и в носимом, и в переносном, и как угодно. То есть это был уже полноценный репортерский магнитофон, но ламповый. Интересная, кстати, особенность. Изначально он задумывался как транзисторный. То есть в 1956 году опытная партия, небольшая, этих магнитофонов в транзисторном исполнении была выпущена. Но из-за плохих характеристик, параметров тех транзисторов, которые тогда применялись, в частности из-за их больших шумов, в общем, серию они не пошли, и были потом переделаны на ламповые. То есть схема была изменена, схемные решения были применены вместо транзисторов лампы. Вот такой магнитофончик. То есть весил он 8 килограмм, даже больше, чем тот, о котором мы говорили изначально, чем МИС-8. Был он более массивным. И, ну, представляете сами, какого было репортером таскать на плечах вот такую, скажем так, тяжесть в своих нелегких поездках по великим стройкам веком. Но частотный диапазон у него был уже получше. Работал он на 19-й скорости, и частотный диапазон составлял от 50 Гц до 10 килогерц на 19-й скорости. То есть вполне такая приличная, почти студийная, скажем так, характеристика для тех времен. Поэтому, напоминаю, это 1957 год. Ну и, наконец, наш магнитофон Репортер-3, про который мы сегодня будем общаться. Вот так он выглядит в комплекте. То есть к нему прилагался еще футляр для микрофона, плечевой ремень для переноски, наплечный ремень для переноски. Ну и сумка, которую я вам уже показывал. Она, к сожалению, скорость заменительная и немножко подсохла, трудно было ее застегнуть. Репортерский магнитофон Репортер-3, или по-другому М75, с 1960 года выпускал его Горьковский завод имени Петровского. Переносной профессиональный магнитофон Репортер-3 собран на полупроводниках, то есть чисто транзистор уже здесь, и предназначен для однодорожечной записи. Также запись однодорожечная, только в одну сторону. Только одну сторону катушки можно было записать, потом ее вынимать и менять. Поэтому карман для катушек был далеко не лишним, чтобы там носить вот такие десятого номера катушечки запасные на каждое интервью. Вес его также составлял 5 килограмм, но частотный диапазон уже был от 40 до 12 килогерц. То есть очень хорошие характеристики для тех времен, 60-й год, для переносного, тем более, магнитофона. Но он профессиональный, как я вам уже сказал. Собран в металлическом кожухе, имеет вверху крышку с прозрачной вставкой, чтобы можно было наблюдать за катушками. И блок головок, соответственно, упрятан под фальшпанель верхнюю. Вот, значит, такие его основные характеристики. Значит, время непрерывной записи при емкости катушек 150 метров около 15 минут. То есть, в принципе, по времени записи, по запасу времени записи он не сильно отличался от первого нашего МЗ, вот этого самого МИЗ магнитофона. Ну, давайте познакомимся поближе с этим аппаратом. Я, как уже сказал, мне удалось его даже, удалось мне его даже запустить в работу. Итак, что он из себя представляет? Корпус, окрашенный молотковой краской, такого приятного и длинноватого оттенка, скрывает под собой все узлы и механизмы магнитофона. Но на переднюю панель выведены основные органы управления, а это именно вот эта вот ручечка, такая круглая, универсальная, с помощью которой можно делать все. То есть, впуск, остановку записи воспроизведения, регулирование уровня записи, вот так она крутится, вот так вот включается-выключается магнитофон. Вот, смотрите, допустим, вытягиваем ручку на себя, пошла запись либо воспроизведение, это в зависимости от того, на что он настроен. Значит, и вот таким образом, повернув ручку до щелчка, со щелчком включается электронная схема магнитофона, питание у них отдельное. Отдельно, значит, питается электронная схема, отдельно питается двигатель, который приводит в движение лензопротяжный механизм. Ну, беда всех тех магнитофонов тех времен была эта в том, что, так сказать, много питания они потребляли. Здесь установлен такой коллекторный синхронный двигатель ДКС, большущий, который очень много питания требует. Поэтому для того, чтобы этот магнитофон работал, ему нужно было раз, два, три, четыре, пять, шесть батареек, шесть плоских батареек от фонаря карманного, помните, какие были, на четыре с половиной вольта. Вот такой вот был, собственно говоря, этот магнитофон, насколько он весил с элементами питания. Можете себе представить, каково его было соскать на плечах. Ну, что делать? Работал, записывал. Итак, еще раз об устройстве. Корпус. Значит, крышка для того, чтобы не открывалась в процессе работы, закрыта, вот притянута такими престижными зажимными ручечками. Открывается она за эту вот рукояточку. И что мы видим перед собой? Видим шильду с надписью М75, заводской, так сказать, логотип. Две катушки с пленкой. Ну и красивая надпись Репортер-3. Репортер-3. Значит, помимо вот этой рукоятки управления, которая никак не подписана, вещь, скажем так, профессиональная, ничего подписывать, видимо, не считали нужным, потому что все указано в инструкции, а корреспондент должен знать все на ощупь, где и как, какие режимы включаются. Помимо вот этой рукоятки управления, имеется еще рукоятка перемотки. Она под крышечкой, к сожалению, немножечко разрегулирован магнитофон. Перемотка работает только в таком режиме пока. И кнопка включения записи. Принаживаете на эту кнопку и в переводе вот этой рукоятки вправо включается режим записи. Если, конечно, включено питание вот этой рукояткой. Еще, помимо этих органов управления, имеется такой интересный переключатель, не очень удобный, рядом с левой петлей R-M. R- это речь, M- это музыка. То есть, посредством переключения этого переключателя мы, соответственно, корректируем частотную характеристику канала запись воспроизведения. По одному варианту, значит, она для записи речевых программ, интервью. В другом, скажем так, варианте она для музыки, то есть, более расширенный частотный диапазон. Если нужно, например, на него записать музыку. Что иногда тоже, вероятно, приходилось делать. Ну и на, так сказать, его фронтальной, наверное, все-таки стороне или верхней крышке находится стрелочный, то есть, профессиональный такой индикатор уровня записи. Индикатор уровня записи, который настраивается вот этой, соответственно, рукояткой уровень записи. Помимо слухового контроля, можно его настроить еще и по индикатору. Этот индикатор характерен тем, что при нажатии вот этой черной кнопочки он показывает уровень заряда батареи. Надеюсь, вам видно, как стрелочка склоняется при нажатии кнопочки. Вот. Стрелка должна находиться в зеленой зоне. Если стрелка находится в зеленой зоне, батарея заряжена нормальным. Если же она за зеленую зону не доходит, значит, надо менять батарею питания электронной схемы. Вот такой вот интересный универсальный прибор. По бокам корпуса имеются невращающиеся жестко строенные рукоятки, с помощью которых он фиксируется и в чехле, и к ним же пристегивается переносной плечевой ремень. Здесь вот у нас имеется два несимметричных входа под штекеры типа джек, левый вход для микрофона, а правый это у нас выход. Выход на наушники, и он же выход на усилитель внешний, на внешний усилитель. То есть для перезаписи информации с этого магнитофона на уже студийные магнитофоны, после того, как интервью все взяты и вы приехали в студию. Что характерно, хочу вам сказать, вот у этих типов магнитофонов, в отличие от МИС-8, отсутствует стирающая головка. То есть запись стереть здесь невозможно. Нужно использовать пленку, уже подготовленную к записи, то есть заранее в стационарных условиях стертую. Либо чистую новую катушку, либо стирать старые пленки специальным аппаратиком. Ну, такие существовали в студиях и в корреспондентских пунктах, чтобы размагнитить запись катушек. Для чего это сделано? Опять-таки экономия питания, потому что генератор стирания и подмагничивания здесь выполняет только функцию подмагничивания. Для стирания он должен генерировать более мощные токи, которые моментально высаживали батарейку. Поэтому этот магнитофон стирать не может. Вот такая интересная его особенность. То есть записали пленочку, все, что-либо стереть в процессе интервью вам уже не удастся. Может только отмотать, послушать, для чего я здесь сделана эта перемотка назад. Вот, вперед он не мотает. Вот такие несколько урезанные функции. Но не забывайте, что аппарат это профессиональный, вовсе никакой не бытовой. Поэтому, в принципе, для корреспондентов, вероятно, тех лет это было понятно и обоснованно, и достаточно. Значит, как я уже сказал, магнитофон имеет возможность записывать и в процессе записи прослушивать записываемый материал. Причем прослушивать не поступающий на вход сигнал, а уже записанный на пленку. То есть имеется сквозной канал. Да-да, при всей, скажем так, его урезанности, этот аппарат был снабжен двумя раздельными усилителями. Усилителем записи и усилителем воспроизведения. То есть записанный материал, записываемый, можно было помимо контроля по индикатору, еще и, так сказать, прослушивать тут же на головные телефоны, на наушники. Поэтому корреспонденты оснащались как микрофоном, так и наушниками. Поэтому у него имеется две головки. Стирающий нет, но зато есть записывающий и воспроизводящий. То есть то, что мы пишем, то тут же сразу же мы с вами и слышим. Вот такая интересная особенность. Две головки и два раздельных усилителя. Усилитель записи и усилитель воспроизведения. Причем собрано все по такой военной дисциплине. Вот я, вероятно, если хватит времени, его открою, вам покажу. И мы посмотрим, какой он такой внутри дубовый, надежный. Вот, и, в общем-то, военный агрегат. Достойный советских корреспондентов аппарат. Мне он очень нравится. Несмотря на свои, скажем так, некоторые, в общем-то, минусы. Отсутствие определенных, скажем так, сервисных функций и удобств. Вот, ну, поэтому я вот сейчас поставил на него чистую розмагниченную пленочку. Вот, мы сейчас на нее что-нибудь попробуем с вами записать с микрофона. Надеюсь, не подведет магнитофон у нас. Надеюсь, он будет работать. Вот. И, а также попробуем записать с какого-нибудь внешнего источника. И послушаем, что у нас из этого получится. Вот. При записи, кстати, при перемотке, вернее, включить воспроизведение невозможно. Также при воспроизведении включить перемотку невозможно. Здесь имеются блокировки. Блокировки записи у этого магнитофона, к сожалению, почему-то нету. Кнопки блокировки записи. Ну, может, она и не нужна. А, может быть, ее функция выполняется как раз тем, что при нажатии вот этой кнопки мы переводим рукоятку вот эту сюда, и включается режим записи. Не нажав эту кнопку, рукоятку мы перевести не можем. Вероятно, это и есть функция блокировки записи. Для того, чтобы нам было что-то слышно в процессе записи, Я тут придумал такую небольшую штучку, мы подадим сигнал с этого выхода, вернее на прослушать, мы подадим сигнал с этого выхода на внешнюю акустику с усилителем с небольшим и послушаем что получится. Ну а пока для начала давайте мы что-нибудь запишем. Штекера здесь нестандартные, поэтому пришлось тоже поизвращаться, изобрести некий вот такой вот штекер-переходник. Сейчас попробуем что-либо записать. Так, нет, давайте сделаем так, чтобы я был уверен в том, что что-то записывается, мы все-таки воткнем на него наушники на выход. Вот, воткнем на него на выход наушники, через переходник, а через второй переходник мы воткнем на вход вот этот микрофон. Микрофон, к сожалению, не родной, вот, не родной. Я первый попавшийся микрофон, у него был, по-моему, MD-37, у меня, к сожалению, его в коллекции нет, и с этим магнитофоном он мне не достался. Хорошо хоть чехол достался. Интересная, скажем так, вещь, знаковая, чехлы редко с магнитофонами достаются. Так, ну ладно, сейчас попробуем что-нибудь записать. Так, надеваем наушники, надеваем головные телефоны, включаем запись. Так, раз-раз, вам что-то слышно. Запись пошла. Так, устроим, так, настроим уровень записи по индикатору, ну и слуховым контролем. Интересно, так получается, когда говоришь в наушниках, из-за того, что сквозной канал и расстояние между головками все-таки определенное имеется, получается такое эхо, эффект эха. С непривычки хочется говорить протяжным, растягивая слова. Вот. Ну, собственно говоря, надеюсь, что что-нибудь полезное записалось на этот аппарат. И сейчас мы с вами попробуем устроить прослушивание того, что на него записалось. Так, нажимаем стоп, стоп. Подключаем запись, включаем перемотку, которая пока не очень хочет работать. Дело в том, что у него подтормаживание довольно сильное, вот этого узла. Мне почему-то пока не удалось это победить, но я надеюсь, что это будет устранено в процессе дальнейшей возни с этим приятным аппаратом. Итак, на выход мы ставим штекер, переходник. Вот, а на этот штекер, как я уже говорил, есть у меня вот такой универсальный провод. Со множеством различных штекеров от компьютерных спикеров, грубо говоря. Врать не будем. Так, ладно, мотаем, мотаем, мотаем. Не знаю, где у нас запись начинается. Но сейчас мы это, вероятно, поймем. Так, включаем звук. Встроим, так. Устроим уровень записи по индикатору. Ну, и, 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 и. Интересно, как получается, когда говоришь с ним в наушниках, из-за того, что сквозной канал и расставание между головками все-таки определенные имеют, там, Получается такое эхо, эффект эхо Из непривычки хочется говорить про тяжку, про стягу лаван Ну, собственно говоря, надеюсь, что что-нибудь полезное записалось на этот аппарат И сейчас мы с вами попробуем устроить прослушивание того, что на него записалось Ну, как видите, пишет Правда, качество меня не очень удовлетворяет на самом-то деле Вот, что-то я не знаю, может, головочка подзагрязнилась Потому что ленту я тут поставил рекомендованную, тип 2 Вот, и она, вероятно, осыпается сильно Наверное, головочку подзагрязнилась Давайте еще что-нибудь попробуем записать И, по-моему, уровень записи все-таки многовато поставил, да? Вам не кажется? Так, вставлять сюда пленку С непривычки не совсем просто Вот, но потом на самом деле привыкаешь и все получается хорошо Вот Кстати, вот в таком варианте она мотает Когда на подающей катушке пленки меньше Мотает как-то более активно Ну, давайте убедимся, что... Эти перематы Давайте убедимся, что эта сторона пленки пустая Да? Включим Смотрите, слышим только скрип в пленке, идущий по головкам По образинности она примерно равна нулевой шкурке наждачки Вот, ну и такая скрипучая достаточно Так, пленочка у нас пустая, да? Как мы с вами определили Вот, ну давайте что-нибудь попробуем писать на нее Сейчас Вот Снова-таки Даже без наушников попробуем Чисто по индикатору уровня записи Заткнем микрофон Надлежащий вход Хотя без наушников как-то не очень комфортно Давайте все-таки будем вести Слуховой контроль записываемой фонограммы С микрофона Пишем сейчас с микрофона, да Так Раз-раз 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 Раз-два-три 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 Так, ну что? Включаю запись Раз, два, три Раз, два, три, четыре, пять Проверка записи на магнитофон Репортер 3 Со сквозным каналом Проверяем, записываем Уровень записи сейчас установлен Средненький, серединочка Вот, и Мы с вами посмотрим Что из этого получится Записываю на микрофон Говорит И записывает Магнитофон Репортер 3 Репортерский Так, а давайте мы с вами, знаешь, что попробуем Попробуем переключить вот этот переключатель С музыки на речь На речь Вот, переключили сейчас на речь Сейчас мы все сделали правильно И по идее По идее Возможно, хотя Не обязательно Может быть запись получится Более качественная Вот, более качественная Поглядим Поглядим Так, ну На этом, наверное, все Так, поставим перемоточку Ну, мотай, родимый Так получше Знаете, сделал сейчас одну вещь Не подумавшую Перевернул пленку А на ту сторону мы с вами что-то же записывали А поскольку он не стирает То, вероятно, сейчас при прослушивании Мы услышим задом наперед То, что было записано на ту сторону пленки Ну, частично, конечно, затертая Но, тем не менее, пробиваться, наверное, будет Это я так думаю Вот, давайте поглядим Так Так, включаем Хватит перематывать Включаем усилитель Убираем микрофон И включаем Вот произведение Пока ничего нету Немного отмотал Вперед, ну, к сожалению, не мотает Поэтому только лучную Говорит, ну, к сожалению, записано на фон репортер 3 Репортерский Так, а давайте мы с вами, знаешь, что попробуем Попробуем переключить Вот этот переключатель То есть мы уйти на речь Вот, переключили, сейчас на речь Сейчас мы все сделали правильно И, по идее По идее Возможно Хотя Не обязательно Может быть, запись получится Более качественная Вот Более качественная И поглядим Так Ну На этом, наверное, все Как я и говорил Мы сейчас сами смогли прослушать, так сказать Фрагментик, да Записи заданы наперед Выполненной На той стороне Когда пленка была перевернута на ту сторону Магнитофон потому что не стирает Не предназначен он для стирания Ну, давайте попробуем Что-нибудь, так сказать Записать с внешнего источника Как мы с вами видели С микрофона он пишет Вот Что он нам скажет по поводу Внешнего источника Давайте поглядим Допустим Возьмем Тургун И Попробуем с нее что-нибудь записать Так Вот сюда На входной штекер Мы воткнем Переходник От мобильного телефона И включим какую-нибудь Песню Включим какую-нибудь Песню Так Это труба пока Так Ну Запись надо Уровень сделать поменьше Все-таки это не микрофон А Скажем так Более сильный источник Парень идет Молодой Даль века Ты путь Дорога Выйди же Милая Встречай Мы просим С тобой У порога Ты мне счастья Пожелай Мы просим С тобой У порога Ты мне счастья Пожелай Черные Синие Друза Ветер Нам Дорога За счастье Народное Уорваться Рады Рабочи Будь Да Уверен Как Ты Уверен Ты мне Живи Милая Майкан Мы Простимся С тобой У порога И Быть Можем Навсегда Мы Простимся С тобой У порога И Быть Можем Навсегда Жаркою Страстью Пылаю Сердце Превожно В груди Кто Ты Тебя Я Не знаю Но Наша Любовь Впереди Приходи Же Друг Мой Милый Поцелуй Меня На Встань И Клянусь Я Тебя До Могинь Ни Жаркою Ни Пагдар Ни Ни